Здравствуйте, уважаемые друзья и гости моего канала! С наступлением весны распускается очень много зелени и половина из нее с успехом используется в народной медицине для лечения различных недугов, причем используется с давних времен и довольно-таки успешно. Адуванчик знакомый с детства цветок, пыльца которого окрашивает руки в солнечный цвет. Он является полезным и ценным растением, имеющим широкий спектр целебных свойств, оказывает более утоляющее и спазмолитическое действие. Очень богат его витаминный и химический состав. Всех его достоинств я перечислять не буду, скажу лишь Юлий Цезарь называл его эликсиром молодости и всегда начинал день с половины рюмки сока-аддуванчика, а также одуванчик входит в состав знаменитого лечебного средства Галстена и не менее популярного немецкого препарата Аристахола, который используется для лечения от цирроза печени. Кроме того, доказана польза при лечении онкологии, как чистящего кровь средства. Но всех достоинств одуванчика мы сегодня с вами не перечислим. Мы поговорим о нем, как о лекаре болезней нашей спины и суставов. Так вот, цветы одуванчика, как только они распустятся, необходимо нарвать на склонах лесов или же полян, но обязательно не ближе 30 метров от дороги, так как растения впитывают все выхлопные ядовитые газы. И толку от такого лечебного препарата вам не будет. Нарвите цветочки, утрамбуйте их в стеклянную посуду, например, в любую баночку, залейте спиртом или водкой и поставьте в темное место на 2-3 недельки. Затем просто возьмите и сцедите в темную бутылочку. Как можно использовать такой препарат? Этот препарат хорошо удаляет боль и лечит вашу спину. Используется при артрозах, подагре и радикулите. Что нужно сделать? Нужно натирать таким средством спину или больные колени 2-3 раза в день, либо же делать 1 раз компресс в течение 2 часов, но не более, чтобы не навредить себе. Намочите марлевую повязку, либо же просто мокрую тряпочку, наложите на больную спину или колено, заверните ее пищевой пленкой, сверху укутайте теплым шарфом и оставьте на 2 часа. По истечению этого времени просто удалите повязку. Смывать средство ни в коем случае не нужно. Проделайте хотя бы 10 сеансов и в вашей спине, и вашим ногам будет намного лучше. Если же боль не такая сильная, то улучшение вы почувствуете и после первого применения. Лично мой муж использует уже с давних времен такое средство от надорванной спины и от перелома руки, когда он начинает болеть на погоду. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. Всего вам хорошего!